В Ленинском районе Подмосковья вырубают вековые деревья. Реликтовый лес неожиданным образом перешел в частные руки и сейчас стремительно превращается в свободные участки, которые моментально распродают за миллионы. Местные жители уверены, без теневых схем здесь не обошлось и уже обратились в генпрокуратуру. Так кто и для кого выдают порубочные билеты, выяснял Максим Апарин. Здесь мы находили топливо для бензопил. О том, что вековой лес в районе жилого комплекса Бутово парк редеет, на глазах местные жители узнали случайно. Десятки поваленных стволов, причем вырубаются не сухостой, а здоровые деревья. Страшно. Вековые деревья, если посчитать кольца на деревьях, там больше ста лет. Вырубка велась сразу на двух делянках. Вот так сейчас выглядит один из участков. По словам местных жителей, администрация сначала выдала порубочный билет, но потом документ отозвали. И за этот период здесь успели вырубить более ста вековых деревьев. После того, как люди вызвали полицию, начались разбирательства, работы приостановили. Но потом кто-то расклеил здесь листовки с предупреждением, что отныне лес – это частная собственность. Хрен вам, они участники. Наши отцы и деды сажали. Вот это вот вывели, уже вывели, это собственность вырубают. Это как вообще так? Взглянув на кадастровую карту, местные жители не поверили глазам. Оказалось, лес теперь действительно частный. Видно, кто является собственником каждого из этих участков. Реутова Елена Алексеевна, Гурцов Владимир Иванович. У Гурцова Владимир Ивановича достаточно большое количество участков. Более того, некоторые участки уже выставлены на продажу. Звоним по одному из объявлений. За 65 соток просят 48 миллионов рублей. Продавец уверяет, здесь можно строить. Промышленные земли. Там торговля есть, складская и офисная. Вот так вот. Тут же лес. Здесь же деревья растут. Тут же лес, лес робочный получает рубик. Как нам удалось выяснить, в 90-е годы местный колхоз раздал людям паи на землю. Недавно кто-то эти участки скупил и через суд. Новые владельцы утвердили свое право собственности. Вот только границы купленных земель указали не те. При предоставлении координат они не руководствовались земделами, которые подтверждали фактически долевые земли, где они были. Они руководствовались своими интересами и выбрали просто участки, которые им больше нравились. То, что они попадали на вековой лес, их вообще не смутило. В администрации Ленинского округа нам лишь подтвердили, что лес теперь частная собственность. В данной земле и участке находились собственности и близлежащие находились собственности юридических и физических лес. Участки были поставлены на катастрофу учет на основании вступивших в законную силу решений суда. Желтыми квадратиками указаны те участки, которые эти компании оформили себе в собственность. А это уже город Видное. Северная промзона, гектары муниципальных земель, которые были во временном пользовании у предпринимателей, по той же схеме через паи бывшего колхоза перешли в руки частных компаний. Приходят к нам и говорят, что это наша территория, освобождайте территорию, будем огораживать, запретим доступ. Либо покупайте у нас. Мы это как шантаж осматриваем. По некоторым данным, по такой схеме в частные руки перешло около 300 земельных участков в Ленинском районе. Ущерб исчисляется миллиардами. Все решения по лесу, у ЖК Бутова парк и по Северной промзоне по странному совпадению выносила одна и та же судья. Никто не имеет права такими вот узурпаторскими методами захватывать эти земли. И жители Бутова парка, предприниматели из Видного написали заявление в Генеральную прокуратуру. Они просят надзорный орган оспорить решение суда. Максим Апарин, Дмитрий Дунаев, Анатолий Игнатов, Илья Кузьмин и Павел Летников. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok